Девушки отдыхают Отдыхали? Отдыхали? Отдыхали. Покушали нормально? Покушал, все нормально, да? Затем тестирование высотного оборудования и получение задач. Тем временем на стоянке вовсю хозяйничают технари, подготавливая машины к вылету. Показания приборов помогают протестировать основные механизмы и агрегаты самолета. Но, увы, небесная канцелярия внесла свои коррективы. Пошел снег, и полеты пришлось перенести на час. Однако, это никак не сказалось на работе техсостава. Несмотря на белые хлопья и ветер, они колдуют над каждой машиной, тем самым обеспечивая безопасность летчика в воздухе. Это не просто прогулка по рулежке. Даже маленький камушек, поднятый из бетонки реактивной струей, может попасть в воздухозаборник, идущего следом самолета. И натворить немало бед. Но погода сжалилась над летчиками, и стоянка сразу оживилась. Продувка двигателя, машина готова к полету. С ревом приземляется учебно-боевой МиГ-29. Он выполнял разведку погоды по маршруту предстоящих полетов. Есть добро на взлет. Истребители с надсадным гулом уходят в небо. Летчикам предстоит немало потрудиться. Отработать водные на полет в облаках и посадку на одном двигателе. Нет, это не отказ силовой установки, а перевод ее на малые обороты. В воздушном бою может быть всякое, в том числе и повреждение одного из движков. Такое упражнение готовит пилоток в нештатном ситуации. Машина медленно опускается к взлетной полосе. Шасси мягко касаются бетонки, и уже два двигателя на нужных оборотах опять отрывают ее от земли. Курский полк несет боевое дежурство. Поэтому опытным летчикам необходимо постоянно натаскивать молодых пилотов. Еще один миг заруливает на стоянку. Техник спешит подать трап. А на вопрос, как прошел полет, исправился ли летчик с поставленными задачами, инструктор, а это был командир полка, ответил довольно откровенно. Выполнял полет с молодым летчиком после длительного перерыва. Обычно у нас летный состав молодой зимой не летает, так как в основном подтверждают класс летчики первого, второго класса. Восстанавливают навыки при устанавливании погоды, скажем так. Ну, безусловно, после перерывов существует некоторая, безусловно, растренированность, раскоординация действий рулями. Но, в общем-то, в такой перерыв для молодого летчика это достаточно хорошо слетало. То есть особых таких нареканий нет. А сам летчик свои ошибки объяснил по-честному. Молодой еще. Молодой еще? Да. Как оцениваешь сам свой полет? А, можно было лучше. Чтобы молодой летчик стал настоящим профессионалом, необходима постоянная практика и опыт старших товарищей. Вот и приходится командиру полка подниматься в воздух с будущими воздушными асами. Солнце медленно клонится к западу. Впереди еще ночные полеты. А пока есть передышка, во время которой можно перекурить с технарями и обсудить работу истребителя в полете. В сумерки уходит первый самолет. Ночь постепенно вступает в свои права. И уже в свете фар и прожекторной подсветки полосы боевые машины совершают посадку. Летный день удался. Его итоги командир подвел уже на следующий день. Мы выполнили задачи в полном практическом объеме. Летный состав получил натренированность. В сложных метеорологических условиях достаточно хорошую тренировку. И плюс восстановили после длительных перерывов летчиков, которые вышли из отпуска. И так далее. То есть, в принципе, вчера летная смена очень зачетная. И нужная нам была. А через день очередные полеты. И опять начнется для кого-то, может быть, суматошное. Но для авиационных специалистов обычная размеренная аэродромная жизнь.